Продолжение следует... Сейчас ролик про варек рыбный, я сейчас вернулся от него, там варек видели, он открытый, рыба открытая, подалитет грязь, люди кашляют, сейчас эпидемия, рассказывают гриппа, ну не должно такого быть торговли, они торгуют как за какие-то взяточки Роспотребнадзора или кто их там должен проверять, чинушек какие-то, ну а вам грязную рыбу жрать, продается один, выскакивает, хватает руками, деньги, рыбу, блин, ну вот просто за рабов вас считают и вы сами соглашаетесь, вы что-то не понимаете. Чиновники, не видите, здесь нету ни Роспотребнадзора, ни каких-то чинушек, ни ПДшников, они не просовывают вас защищать, они может владельцы этого лагеря, вот, такой вот беспредел, постоянно цена торговля, и каждый день они торгуют прямо у метро, в общем, даже не знаю, что с этим делать, в такой системе, как человек никто и должен жалобу написать, что-то выпрашивать, да и большинство людей соглашается, нажирается полу, я даже не знаю, что делать, но надо все это менять, не государственную систему, а вообще в жопу государство выкинуть и но строить народный контроль, прогрессивных людей, которым пофиг, конечно, они ничего делать не будут, я иначе, все разговаривалось дальше, еще ключи на звонках. Сверху я тут снимал ночью, я думал генераторы стоят, ну да, вот генераторы, а потому что к электроэнергии не подключится скоты эти, ТГК-2, петрэлектросбыт, ну куча роликов у них про меня, про них было, типа жадные, кто стащили, еще им денег дают чинушек, то есть вы платите и потом еще, еще раз двойной, тройной раз нам платите, вот, электроэнергию, сейчас ролик вот про торговлю рыбы, вот, еще разок вам покажу, международный, ну видите, вот, а цена там, да обычная цена, нормальная цена, такая же, как в магазинах, ну, просто ужасно, в общем, назвал. Всем спасибо, это был истинный следователь, торговля с полу рыбой, у метро международная, Санкт-Петербург, истинный следователь, слава прогрессу, науке, становитесь прогрессивными и умирайте.